Доступ к умным приборам учета предлагают расширить. Доступ к данным о потреблении электроэнергии в системе интеллектуального, или умного, учета, которое, как ожидается, заработает в России в 2021 году, нужно открыть для третьих лиц различных независимых институтов, чтобы они проводили глубокий анализ состояния сетей потребления ресурсов. В необходимость расширения доступа уверен аналитический центр, АЦ, при правительстве и эры. Юристы полагают, что реализовать это несложно, защитить сами данные тоже. Участники рынка предлагают сделать главным местом сбора информации Министерства энергетики. Умные щечики внедрят по всей России только для учета электричества. От аналогичных для учета газа пока отказались. Фото, Сергей Михеев, РГ. Интеллектуальная система учета, ИСУ. Электроэнергия дает возможность бороться с хищениями ресурсов. Умные щечики сами собирают данные о потреблении, передают их ресурсникам, те выставляют счеты и в случае они уплаты отключают должников. Закон об особенностях регулирования ИСУ в России приняли в конце прошлого года, а сейчас готовится постановление, которое определит функции приборов учета, ИСУ, пользователей системы и порядок передачи информации из нее. Сейчас проект не предусматривает передачу каких-либо данных с умных щечиков третьим лицам, говорит статус-секретарь за министра энергетики Анастасия Бондаренко. Сборы информации со щечиков – это некоторое вторжение в частную жизнь потребителя, что должен регулировать закон. С расширением применения таких приборов учета появляется большой массив данных, которые в перспективе могли бы использовать не только организации потребители, говорится в энергетическом бюллетене аналитического центра при правительстве ЭРЭ. Например, доступ третьих лиц к данным ВИСУ обеспечил бы предоставление более эффективных услуг патронажа, а страховые компании включили бы параметры качества сетей в свою систему оценки. Минус. Москвичи призвали не реагировать на звонки о проверке щечика. При этом постоянный сбор информации со щечиков предполагает некоторое вторжение в частную жизнь потребителя, что должен регулировать закон. Целесообразно рассмотреть дополнительные корректировки, чтобы предусмотреть такую возможность, доступ третьих лиц к данным. Примечание. Вред, но нужно учитывать несколько особенностей подхода, пишут эксперты АЦ. Так, необходимо защитить персональные данные через ограничение цели их использования и осуществлять мониторинг за тем, что реально будут делать с этими данными. Кроме того, логично было бы упростить доступ к обезличенным данным со щечиков для аналитических, научных и статистических работ и посчитав. Проектом постановления, определяющего минимальный функционал интеллектуальных приборов и систем учета, определены пользователи ИСУ, которыми, кроме потребителей, являются сетевые организации, гарантирующие поставщики, производители электроэнергии, системный оператор, инфраструктурные организации, включая Ассоциацию ИНП «Совет рынка» и коммерческий оператор оптового рынка, напоминает член Наблюдательного совета Ассоциации «Некоммерческое партнерство» территориальных сетевых организаций Алексей Седых. Считаем, что к обобщенным данным ИСУ могут иметь доступ все заинтересованные лица. Вопрос, каким образом и кем эти данные будут обобщаться, пока находятся в стадии обсуждения. К примеру, таким агрегатором данных может выступить Минненерго России. В целом умные счетчики призваны помочь при формировании доказательственной базы в спорах сетевых компаний с гарантирующими поставщиками и иными с бытовыми компаниями между собой, а также в спорах гарантирующих поставщиков с бытовых компаний со своими потребителями, говорит партнер юридической компании «Навкопавел Икерт». Можно ли использовать данные о потреблении, как обезличенные, так и нет, во вред? Он затруднился ответить. А как у них? В Евросоюзе с 2018 года применяется общий регламент по защите данных, также разрабатывается предложение по директиве об общих правилах внутреннего рынка электрической энергии, которое определит новые правила обмена данными, перечень лиц, которым может быть предоставлен доступ, единый формат данных и прозрачную процедуру доступа к ним, обеспечивая высокий уровень защиты. Пенсионерка нашла способ наказать липовых энергетиков. В Великобритании существует специальная организация, отвечающая за маршрутизацию данных с приборов учета заинтересованным сторонам. При этом законодательство предусматривает возможность получения данных третьими лицами, но с согласия владельцев щетчиков и при условии их уведомления о цели использования, говорится в бюллетене АЦ. Для США характерно развитие норм на уровне Штатов, регулируется комиссиями Штатов по вопросам деятельности коммунальных служб и отдельных отраслей. Например, в Калифорнии данные об энергопотреблении и платежной информации предоставляются научным работникам и ГАСО-организациям, но их не могут запрашивать для использования в коммерческих целях. Кроме того, в Калифорнии установлены повышенные требования к IT-системам для приема данных. Получение согласия пользователей требуется только для использования персональных, а не для обезличенных данных. Более того, существует добровольный отраслевой стандарт «зеленая кнопка», позволяющий потребителю авторизировать третье лицо для прямого доступа к данным, что облегчает и ускоряет доступ и обмен информацией. Экономика отрасли ресурсы правительства Минэнерго А как у них.